У меня папа всегда бокс смотрел, у него тоже кумир там был, Костя Дзю, всегда смотрел Костя Дзю по телевизору, меня там сравнивал. Именно так Данил Белевитин и попал в бокс. Из гимнастики его забрал отец и 7 лет, юноша на ринге и в перчатках. Тренерский состав отмечает, что на европейском турнире напор и одержимость победы в спортсмене были запредельными. Мы были уверены, что у нас будет не призер мы будем, а именно будем победителями. И началось все это еще, наверное, с Комсомольского на море, правильно я говорю, что ты пришел, когда 63, когда ты убрал первых номеров другого веса. Бывает такое, что такое, я даже сомневаться в этом не мог. Такое бывает очень, конечно, редко, но это было так. В целом турнир для Данила складывался тяжело, несмотря на то, что в полуфинальной встрече он разобрал боксера из Франции. Но финальной схватке с крепким румыном было непросто. Первый раунд Данил даже проиграл, но потом собрался и вырвал победу единогласным решением судей. Я начал наращивать темп, а он дышит плохо. Ну и все, и третий раунд он уже еле-еле стоял. Все, и тут уже моя работа. Можно сказать, как бы мешку работы. Всего по итогу первенства Европы по боксу в разных весовых категориях победителями стали 12 россиян. Это был триумф, который закончился гимном России в честь наших спортсменов. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком. Продолжение следует...